Как мы уже рассказывали ранее в наших программах, футбольный клуб Лотар ЦСКА досрочно завоевал звание чемпиона МИАЗа 2012 года. В этом году клубу исполнилось 10 лет. Вадим Морозов побывал на тренировке команды, познакомился с игроками и узнал секрет успеха футболистов. Примерно 12 лет назад здесь, на стадионе Старого Города, начали собираться поклонники футбола, иногда до 40 человек. Гоняли мяч, обсуждали последние новости спорта. Подумав, решили попробовать силы в городском первенстве. Идея возникла выступить на первенство города. Николай Васильевич Рындин выступил спонсором, купил форму, взносы заплатил. И вот первый год, 10 лет тому назад мы начали играть. Первую игру 7-2 проиграли. ЕМАЗ, помню, да, рассчитывали-то, думали, что по-другому будет. Ну, первый год мы начинали, мы проигрывали там с крупными счетами, там, 7-8. Ну, немного погодя, обтесались, заиграли. То есть, ну, нас тренировал тренер Колоколов Николай Андреевич, и он нас научил уму-разуму. Успех редко приходит сразу. Это были упорные тренировки. И, что важно, все игроки команды выступали исключительно на добровольных началах. Никаких зарплат. Все на энтузиазме и желании быть первыми. Ну, я думаю, опытом, опытом, мастерством. То есть, есть игроки, которые играют, допустим, за другие команды города. За Кыштым, за Челябинск. Ну, и все-таки это опыт и упорные тренировки. Сегодня от первого состава лотера осталось 5 человек. В команде есть даже свои спортивные династии, хорошо известные не только в Старом Городе. Мы вот Колоколовы Николай Андреевич, я, Денис и Артем. Мы с самых, вот, с зачатия лотера, можно сказать, 10 лет уже в лотере. Третьи, вторые места, кубок и даже суперкубок МИАСа в упорной борьбе с сильнейшим противником – базальтом. Но вот чемпионский титул пришел, а точнее был завоеван в упорной борьбе лишь на 10-й, юбилейный год создания футбольного коллектива. К этому шли долго и упорно. Ну, то есть, мы были три года подряд вторые места, то есть, три года подряд второе место занимали. Несмотря на то, что городской чемпионат еще не завершен, сегодня игроки команды уже готовятся к очередной нелегкой схватке – матчу за суперкубок МИАСа. Вадим Морозов, Айдар Насыров, программа 24 МИАС.